У нас с вами интересная и очень радостная встреча, потому что с нами наш главный герой. Вот этот вот самый замечательный инструмент, который, да, кто хочет, называет клави Чембала на итальянский манер, кто хочет, клави Цимбалы, но факт состоит в том, что это инструмент, созданный по модели 15 века, мастером Александром Баюновым, который здесь у нас присутствует. Этот инструмент является, как вы, наверное, догадываетесь, такой ранней формой того, что мы с вами потом знаем, как клавесин. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что вы заметили особенность этого инструмента. У него еще нет приспособлений для глушения звука, поэтому такая удивительная акустика. Мы буквально два дня общаемся с этим инструментом, и для того, чтобы сопоставить его с современниками этого клавесина, клави Цимбалума, взяли музыку раннего возрождения, 14-15 век. Мы знаем, что оригинальных инструментов, естественно, 15 века не сохранилось. И все, что мы имеем, это либо изображения на резных алтарях, либо какие-то фрески, которые сохранили небольшой инструмент, похожий на клавесин, крыловидные формы с клавишами. Ну, как это звучит, никто не знает. И западные мастера, в принципе, приступили к реконструкции последние десятилетия клавесинбалума, и каждая из этих реконструкций — это инструмент, который один не похож на другой. Поэтому и наш инструмент, наверное, в ряду тех клавесинбалумов, которые можно увидеть в интернет-пространстве, он и звучанием, и внешним обликом, наверное, ну, как и все, не очень оригинальный. С появлением вот такого инструмента мы можем говорить о таком феномене, как механизация партитуры. То есть то, что раньше при исполнении трех-, четырехголосной или более многоголосной партитуры требовался ансамбль из нескольких музыкантов или певцов, теперь уже можно было исполнять одному человеку двумя руками, что называется. Субтитры создавал DimaTorzok На самом деле на Западе достаточно большой интерес к этому инструменту. И есть ряд работ, описывающих реконструкцию клавесинбалумов. Все при этом прикрываются именем Анри Арно, но приблизительно так же сделали мы. Чертеж Анри Арно действительно существует. Это манускрипт 1440 года. Находится он во Франции. Но дело в том, что данные, которые есть в этом чертеже, они вызывают огромное количество вопросов и оставляют огромное поле для волной фантазии всех заинтересованных. И, собственно говоря, мы присоединились в какой-то степени к нашим западным коллегам. При этом ряд работ описывает попытку реконструировать именно молоточковый механизм. Да, молоточковый механизм был известен примерно с того же момента, как и щепковый. Но история показывает, что победил в итоге, на какой-то период победил щепковый механизм. И вот мы сделали щепковый клавесимбалом за основу самых таких жизненно важных элементов, которые можно было понять из чертежа Анри Арно. Мы, собственно, взяли Анри Арно. Аплодисменты